босиком по небесам я летаю в небесам груман baby 2 учебный планер люфтваффе неужели жарику дадут полетать может за винт толкну так как волнуйся ой облака ой там за облаками там там даром baby как ты в потоке но представим что тут термик и пи 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 она крутится вокруг вокруг своей мысли скорость 80 много высота 200 нормально 8 и разворотик попробуем восторг это даже не то слово я хочу я хочу еще литовцы всегда были далеко от власти и всегда хулиганили планер анархисты делать петли что опора нифига все это вот эта штука может сделать петлю да там все как я люблю если трос рвется надо резко нос вниз вы знаете как страшно таким углом подниматься 5 двойка я помню это в траве сидел кузнечик джокас кузнечик ухты же и как все быстро ноги выше головы как на ракете друзья вообще управляемость бешеная совершенно я лечу рядом с деревьями как на параплане уже качество неплохое у него эродинамическое как я неплохо попал до а мягенькая какая посадочка он он офигенный хочу еще повторю немножко характеристики этой штуковины на халяву на халяву как такое бывает расскажи здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта как вы видите мы на аэродроме под сунной и это кафе кафе дебесота называется стоянка планиров я здесь летал в свое время на соревнованиях и мы мчимся к ангару где хранятся планира старинные сегодня я скорее всего вот примерно в таком виде жутко холодном буду летать на планерах с открытой кабиной мне сейчас хочется одеться и друзья посмотрите впервые я не в шортах на моноколесе на не в шортах это конечно как поражение наверное смотрим что у нас есть вот он наш герой ай красота сколько здесь смотрите старинной техники я так понимаю что то раз друзья я даже сам еще не в курсе на чем у меня будет запускать сегодня это лебедка может затянуть вот этот планер и ходят слухи что ты 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 это вот свершится тоже сегодня так это этот ангар принадлежит кауновскому аэроклубу каунов аэроклуба стоит и тут видите друзья много техники всевозможной так сейчас мы будем пытать беноса о том что же здесь есть сейчас мы его будем пытать сейчас я сейчас я подожди секунду я доеду друзья видите мне вообще по ангару ездить нельзя потому что я сейчас нарушаю все что могу пока она идет в этот баллон сейчас хорошо 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 все прошло уже баллон все полная свобода чтобы добыть вильгу и наши планера нужно выкатить вот этот вот надо лак 17c сейчас модный испытаниях планер давайте попробуем доехать до конца ангара понюхаем что там есть что там есть что там есть промышленный шпионаж так здесь есть есть вильга такая о а это же ан-2 стоит в гляньте ан-2 без мотора а это ан-2 с мотором пугата давайте продолжаем нашу экспедицию вот вот такой планер какой-то есть старинный деревянный у во есть что еще что-то какие-то крылья ну короче видите что всего очень много и хорошего она оба на потолке по сути сколько бланников висит эти бланники все на приколе пусть это прям парад фюзеляжей ты тырды 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 парад фюзеляже почему потому что бланники запрещены эксплуатации в европе из-за усталостного разрушения лонжерона произошедшего поэтому очень очень склады склады добра потому что ты при попадаешь и смотришь что сколько еще потенциала сундучки надежды да потому что и там что-то еще вдали что-то тоже есть сейчас туда доедем друзья почему мне нравятся склады потому что это надежда надежда на то что перспективе на этом все можно будет летать что можно починить там не знаю те же бланники вот эти все которые висят на приколе можно за 7000 евро сделать их реинкарнацию восстановить лонжероны посмотреть эти бланники вот и есть причина как у нас появились вот эти деревянные планера беркфольки местный который ты спрашивал как он называется она беркфольки да а на ходу чё а вот вот этот на ходу да сейчас я туда проеду видишь как удобно с моноколесом съемки делать то есть я прям как и настоящий боевой оператор проводочки делают такие о о друзья здесь еще еще вкуснятины куча посмотрите вот этот беркфольки вот это летающие это у нас это что такое летающие это о редчайшая модель лак 20t планер двухместный лак ты летал вот 20 метровый планер такого же класса как наша принцесса на которой в основном летаю наш лейкер но он там в единственном экземпляре сделан да вот лагер три сделаны величайший планер так это у нас мари марианна а это марианна летала на сестероне на аэродроме я даже помню это же помню как его продавали у меня спрашивали стоит такой покупать или нет стоит 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 а этот беленький тоже беркфольк тоже чей-то такой весь блестящий на халяву как такое бывает расскажи глупо уважаемым любителям летных видов спорта ну надо интересоваться искать и прямо взяли подарили да 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 мы платили только за поездку бензин там о друзья вот видите можно кто кто не верит что планер может быть доступен я даже сейчас следом на колеса чтобы подойти поближе к этому чуду вот такой планер можно получить качество как бланика бесплатно то без даром выше у него фонарь отличный совершенно хороший обзор ну вот но они в принципе стоит там где 4 тысячи евро там у нас на аэродроме тоже продают к 7 за 4000 евро друзья я вам сто раз его уже показывал все говорят а я и никто не покупает лучше чем к 7 ну вот ну да потому что к 7 это такое весь совсем и там и обзор у инструктора совершенно отвратительный ой ну сколько я всего тут нанюхал уже сейчас я быстро сбегаю посмотрю в норку что там еще в норе все же без моно колеса ну это видимо на хранение все что вообще есть но свидетельство сколько добра такое счастье людей я всегда что с авиации привет передаю товарищи из россии почему так получилось почему в маленькой литовской республики с населением 3 миллиона планиров наверно больше чем в несколько раз чем российской федерации сейчас почему так получилось люди другие руководствами другое отношение другое почему так ответьте пожалуйста и попробуйте научиться хорошо работать так становись вот сюда я так команду веносом потому что я же это режиссер он теперь актера я режиссер этот планер полностью сделал для нас сам вот прям от после от крайней заклепки до последней лыжи все это полностью сделано самостоятельно эта штука летает и вот мы сейчас зададим вопрос что это за планер и какова его история бродевит бродевит джогаса джогас переводится с литовского опять двойка я помню это в траве сидел кузнечик джогас кузнечик друзья на поле на литовском даже стихи писал ну вы же сам вы же знаете но вот как-то двойка кузнец ну слушайте ну похож посмотрите кузнец реально зелененький он был кузнечик и это получается история планера самого то есть когда он был когда его придумали придумали его еще перед войной но проект сделали после войны там пятьдесят первом году кажется этот серийный называется c а модификация ну потом я пришлю фотографию покажешь зрителям потом было б модификация уже б модификация ехала в москву на испытание и потом там нашли какие-то недостатки и сделали версию c и уже это c версия производилась в симперополе как массовый планер и было сделано там триста двадцать кажется ну триста двадцать это достаточно много друзья потому что тот же блани который является там чуть ли не рекордсменом конечно их выпусти на пол три тысячи 333 800 самый массовый планер в мире по моему даже он считается не осталось ни одного даже у нас вот кузнечиков не осталось представляете попилили как все даже чертежи то есть от и чертежи где-то добывал где-то восстанавливал или они в тот в той же фазе хранится секрета 100 лет до не знаю в россии может быть у нас была та же самая книга планер ссср с ошибками некоторые чертежи я нашел мусоре пару листов смотря на фотографии много деталь надо было переделать маленькое удлинение достаточно такой вот но реальный планировочек вот как случае посмотрите вот реально кузнечик вот когда имя совершенно четко означает содержание прыг-скок но он таки есть на нем нужно прыг затянуться и скок конструктора шкинес очень хитро придумала этот планер но знаете литовцы всегда были где они жили далеко от власти всегда хулиганили канал мечта летать тоже любит немножечко пошалить чувствуется вот почему я родился значит вот шалун сразу скажу скажу почему так на документах этот планер первоначального обучения а натуральности он может летать с лебедкой самолетом делать петли штопор нифига себе то есть вот эта штука может сделать петлю да да ну мы не будем не 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 я дам и будет мы за безопасности последующий раз я сам летал в термиках пару полетов и ощущение такая как летишь на параплане вот только с ручкой управляешь термик берет так сильно как же и параплан вот и конечно корне я видел так что ты набирал до кромки облаков что ты мог совершенно на нем нормально перемещался вот на вот этой штучки замечательным кузнечики только перелеты перехода до облака да ну ну как-то знакомо ну класс и сейчас на этом даст вселенная можно будет слетать лабы и прощи чего по буксирует но скартяли на пирма-пирма попермосе а вот это порочи виска друзья нам сказали что вы полетаем сейчас вот этот вот стрекоза будет затягивать кузнечика потому что не менее нет не это садись волков 2 потому что я перепутал вот на кузнечике с лебедки мы будем летать лебедку еще секретно но это это очень но это уже экстрим экстриме на мой канал мечта летать топить за безопасности поэтому следующий экземпляр нашей коллекции грунт бэйби немецкий планера создан перед войной и было первые планеры люфтваффе или там планерных кружках на котором учились летать но первоначальное обучение было на из гешки вот которые римир строит а на этом уже лавина все это из гешки я уже летал значит повысили меня если это должен полететь уже как настоящий пилот на серьезный я помню что перед войной пошли вот эти под облаками первые длинные перелеты даже был план включить планера в олимпийский вид спорта но там война помешала этому планер уникальный этот сделан после войны 51 года купил я его в австрии там такая грустная история вдруг заболел и сказал две недели две недели чтобы взяли зеланью вот ну я бы восстановил ну то есть он ли был в летном состоянии или нет не вот кстати этот планера казеиновой склейки а как раз ты его переклеивал да 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 он деревянный весь деревянный только вот под косы металлические ну конечно ткань здесь фанера впереди классическая качество 18 масса 160 килограммов вот например жога 100 килограммов то есть это это 115 килограмм считай у него есть регистрация все документы но я их делал только потому чтобы ехать в слет так с ним как и на лак 16 ничего не надо да но в отличие от лак 16 это все-таки явно планер явно паритель друзья представляете лак 16 который может крутить пилотаж это настоящий боевой хулиганский планер вот вот что значит свобода вот что значит свободолюбивый народ класс я я вообще в восторге я не знал смотрите какие на рон и у него до чувствительность на этом как его на ручку на ручку это как пилотажный планер и сделать крен и спираль можно за считанные секунд секунды там сам увидишь летать ну и по идее на срыв должно получше да конечно у него даже крыло закручено закручено кажется 6 градусов и очень много это почти можно увидеть издалека смотри об сейчас я подберу ракурс друзья в этом на видео может видите не уезжать нет я сейчас подниму если нет покажем чертеж ой какой кайф я вот теперь я уже его обожаю их хулиганский планер огонь он был делан чтобы летать на холме на динамике скажи пожалуйста сразу меркантильный вопрос а если вдруг кто-то захочет вот например час мы сделаем видео и кто-то вдохновиться повторить такое вот потому что я бы например если делал то не какую-нибудь брошку которая вот это вот классическая такая для детей а вот такой хулиганский на котором даже пилотаж можно крутить но на первое на первых можешь с ним нормально летать как на нормальном плане в термике ну да не смотря на то что он вполне такой где вид у него детский набро с бро 11 так не получится потому что планер бро создавался для детей да по сути а это уже для таких мальчиков больших да это какой у тебя кстати рост вес почти два метра и вешу я немного больше чем этот планер мы не скажем сколько друзья ну килограмм тоже он выдерживает 100 килограмм но я тоже да и он создавайте худеньким нас этот в тюрьме живот быстро я в восторге я же смотрел видео на бенеса вот весной мы увлеклись идеей сделать двухместный планер 115 килограмм чтобы летать вне поля юриспруденции руссавиации и сейчас этого идея она осталась потом но меня нас сильно подкосило летом то что придумали закон который 115 аннулирует благодаря самодверженной битвы всех то есть был ролик на канале что-то там 1800 буквально этих самых отрицательных отзывов за один день написали и видимо не хватило духу у наших чиновников так вот идти типа наперекор ну а может просто времени может решили побождать чуть-чуть закон пока отменили пока 115 может летать без документов без пилотского удостоверения без медицины вот он вот такой планер может это делать он деревянный можно его собрать из дерева в гараже если вы договоритесь с бенесом и добудите у него чертежи общепринятая друзья мировая практика что чертежи продаются потому что ну прикладывается огромное количество усилий а может этих чертежей нет может быть часть деталей не сделано и нужно сделать поэтому комплект документов может стоить там от 50 до 1000 евро на то чтобы изготовить планер это я считаю абсолютно честно в зависимости от объема работы и так далее поэтому вполне возможно договаривайтесь пишите письма в каунас бенеса ну естественно адрес все оставим то есть я вот я вдохновлен вот baby конечно зашибись но вот это эта штука мне такой анархи анархист планер анархист класс все как я люблю мы же тоже сделали реактивный планер с двумя турбинами который не требует регистрации ничего там ну конечно его построить намного сложнее то есть это нужны матрицы все это сложно а вот эту штуку вы друзья же можете взять и реально сами построить у себя дома кузнечик гараже сейчас мы посмотрим насчет прибора классические скорость вариометр высота педальки ручечка ручка какая помнишь вчера показывал педаль педальный узел до сж 38 до вот они как раз валяется радиостанции зачем столько много запасные запасные уютная подушечка кожаная я уже даже представляю как моя голова будет в ней лежать уютненько это я так понимаю листик такой обтекатель стык закрывает ну все просто но видите даже оборудован указателем скорости вот на я 1 38 просто летал и же 38 и там никакой скорости не было мне было очень из-за этого дискомфортно но под только на взлете я просто боялся а потом когда взлетел уже больше ничего не боялся чтобы мне еще показать такого конечно растяжечек всяких много там тросиков но это да все все как и должно быть тоже подкосики но все из-за этого все легенько то есть много вот этих тросиков подкосиков и так далее все это делает планер дает возможность не применяя никакие композиты особые там не занимаясь какими-то такими сложными извращениями дорогостоящими сделать максимально просто внутри сейчас гоупро 8 идет внутрь вы 10 ой смотрите переставил угол камеры на супер-вью теперь внутренности будет легче разглядеть но ведь в этой стороне темнее туда солнце не светит солнца тоже правда нету вот так вот внутренности выглядит через вечер можно все понюхать все смотреть а лючок здесь для чего тросовую проводку настраивать этот узел посмотреть а это уже а это под подкоса как раз узел да все можно посмотреть все проверить насколько все хорошо цвет конечно волшебный по водоцвет друзья такая веселая история я покупал когда машину как мечтал какой-то машине думал там виннорожник купить и я думал так вот у меня будет любая машина только не зеленая вдруг очень дешево мне продал линкрузер prada саша байкер привет и она была зеленая такой зеленый крокодил но я после этого влюбился я считаю что если линкрузер он обязательно должен быть такой зеленый как вот крокодил и когда я на фотографии видел этот планер я сначала думал ну как-то вот зеленый зачем вы попросили в зеленый и вот на видео наверное он так не смотрится он веселый вот это вот вот кузнечик он такой тарадым тарадым хулиган детский да и я так понимаю что он немножко меняет свет зависимости от свечения то есть прям отличное совершенно личное отличное решение так ну что мы будем готовиться к полетам и то что можем разговаривать разговаривать даже не верится стоя на этой штуке полечу сейчас груман baby 2 планер построенный в пятьдесят первом году но модель сама разработана до втором мировой и это учебный планер люфтваффе уже такой для опытных пилотов сж-38 был для новичков я на нем уже летал так как я уже немножко опытный мне доверяют вот такую штуку друзья вот просто фантастика и наш замечательный хулиганский планер джогас кузнечик мы уже все выкатили на аэродром подготовлена вильга погода бомба но контент я надеюсь свой контент будет огонь я я предвкушение неужели неужели жарику дадут полетать уровня вера может от винта вот так рисколетный инструктор ж по горы этоймотри кро طур как открытка а то Кожа, кожаный, вокруг фонаря все кожаные. У тебя будет одна рация, нормально не предназначена здесь. Во время буксировки тебе будет показывать неправильную скорость. Почему? Потому что струя будет? Да, струя это не петод, а вентури. Вентури, понял. Да, другой принцип. То есть до буксировки про скорость забыть ее регулируют? Да, буксировщик. А потом какой должен держать? А потом нормальная скорость, качество около 60, своим весом 65. И 60? Да. Ну сам почувствуешь, что там больше 80. Он не хочет лететь уже. Ну если нужно, можно и 100 и 120. Понятно. Ну парашют будет, чтобы удобнее было. Ручка, все ясно. Так, ручка цепки где? Ручка цепки вот трос. Он отцепается оба замка. Оба замка, да? Оба замка. Замок буксировочный, лебедочный и носовой. И для резины тоже. Ага, понял. Вот так. Ага. Тормоза. Вильгу запускаем. Давай, 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 пожалуйста. Холодно. 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 Вот этот воздушный тормоза. По внешнему виду, конечно, малюсенькие. Но он очень эффективный. Очень эффективный. Ну там пару сантиметров перед кастомнением. Ага. Лучше закрыть. Ну можно и с ними. Миленькая Вильгочка, ну пожалуйста. Ну пожалуйста, ну запустись, а. Ну очень тебя прошу. Ну лапочка. Ну стри. Стрекоза моя хорошая. Сама ручка пастушных тормозов. Вот она. Сейчас попробую как. Оп. Идет хорошо. Замечательно. Ну собственно и все. А тормозов, как это, лыжа? Это лыжа? Да. Основной тормоз лыжа. Когда коснешься, она сразу будет работать как тормоз. Хорошо тормозить. Так, а у Джогаса там колесико, я смотрю. Да. Ну там не надо ничего. Ну и там интерцепторов у него нет? Как параплан, за счет качества своего. Может как-то ее погреть? Есть пушка? Не работает пушка. В проблемах. О! Ура! Ура! Значит полетим! Эй, 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 эй! Ой! Чуть не улетел планер. Мы же не мерзнем. У нас горячая сетка, грузки травского принципиального характера. Ну давай! Друзья! Меня... О! Тырнябучат отрода? Тейп! Я вообще честно говоря, друзья, забыл как капля работает от возбуждения. Ага! Держи! Паузжу! Ага! Паузжу! 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 Папросто стоит. Держи! 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 Здорово! Держи! Хорошо! Так, высотомер. Нужно. А что-то... Тик-то... Бетома невро. Не-не-не-не. Ну ты убегаешь. Давай! Ну... Ух, друзья, волнуюсь я. Так, интерцепторы есть, проверены. Замок отцепки здесь. В принципе, тут перепутать сложно что-то. Ну, надо серьезно отнестись. Так, высотомер. Ноль. Я даже не верил, что такое получится. Что буду я в кабриолете летать. Связь есть? Связь есть, да. Главное не забыть, где отсыпка. Где отсыпка не забыть. Представляете? Дерево полированное. Какая богатая панель приборная. Волнуюсь я. Нормально. Капельку. Слушай, ну сиденье, конечно, вот эта труба, которая там торчит. Там, может, парашют другой был изначально? Да. А, и, соответственно, он упирался. Таких уже не производят. Сейчас я испытываю некоторый дискомфорт, в связи с тем, что мой позвоночник очень уютно упирается в трубу. После полтора часа полета уже нормально. Ужимка получается, да, уже в позвоночнике? Ха-ха-ха. Понятно. Ох, все забыл так. Ну что, Волков, ты помнишь, да, что ручку от себя скорость, ручку на себя не скорость. Ой. Готов? Готов. Стартуем. Поехали. Поехали. Готов. Ой-ой-ой, он же летит. Я, я в удивлении. Ой-ой-ой, гей-гей. Эй-й-гей-гей-гей. Где наша, не пропадала. Завили-ка еду. Вроде как все хорошо. управляет прекрасно классика руки как будто все помнят щенячий восторг ой да но это конечно очень интересно друзья я даже забываю вам рассказывать ощущение это совершенно другое ощущение от полета ты чувствуешь ветер на губах ветер на губах реально я сосредоточен только в путь ой я провородил немножко покой облака так сейчас будем отцепляться но уже пора наверное отцепляюсь вот так скорость скорость это жизнь босиком по небесам скорость 80 много много 70 довольно же плывет это же параплан друзья так ручку то бросить можно а кто управляет летит эта штука вообще просто потрясающе так высота 200 нормально ну чё посильнее разворотик попробуем класс ну сейчас и попробую на 60 как как он на скорости 60 ведет да вообще летит вообще фантастика мне нравится побольше чуть скорость складываем камеру он без рук летает сам можно бросить все я бросу крамеру потому что мне нужно все-таки заходить на посадочку а это ответственный момент так вот так я его ставлю камеру так проверяю тормоза работают а еще спираль высоковатая ой 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 ну просто вот так летали на этих планерах друзья главное чтоб меня в лес не сдуло слушай действительно летит а теперь в лес залетим немножко я как-то пропали друзья буду заходить восьмеркой о вот так вот как заходят парапланиристы знаете восьмеркой повороты ой ой что adapted как-то какой-то динамик что ли слушать ну действительно это параплан ой это как на параплани и ну ладно выпускаю тормоза да действительно достаточно эффективные интерцепторы закрываю тормоза проверил их эффективность чуть-чуть боком чтобы наискосок немножко приземляться об убираю крен об убираю тормоза недалечу вот это позор будет вот это по ой недалечу я но говорится лучше 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 перебздеть чем не забздеть ну не ну вот так вот ну вот незнакомый тип со второго раза я был приземлился слишком слишком много эмоций я хочу я хочу еще можно еще раз восторг похоже друзья на одного укушенного старинными летательными аппаратами стало больше без тормозов без тормозов и не тени 100 метров метров 100 не долетел ну вот 100 евро штраф 100 евро штраф согласен и первый раз так такой технике вышли но я я в восторге я давай еще раз давай 300 метров да нет до 300 300 до 300 не то не холодно тебе не я слушай тут классно тепло тут такой восторг вообще детский он как параплан реально ну то есть я и трилл я восьмерка языка я специально изобразный заходе восьмерочка заходил кубку порта такая смешная в камере с большим носом ну потому что угол широкий обычно друзья красивее все-таки скажи я вот эти все фильмы называю босиком по небесам потому что такое ощущение вот как раз босиком по небу от твои как ну то же самое я тоже летал вот на современных планерах двухместных open класс большие крылья не не можно сравнить вот полетал когда-то дали датчаны полетать с игру на убиве попробовал сразу так с лебедки в термик и я понял что это что-то другое не надо сравнять эти полеты вот спортивными планерами это босиком по небесам очень-очень точно друзья жарьку дадут еще один полет теперь вот это это то что нужно повторить точно подруливает наша трудяга вильга кстати вот вот эта обещайка она очень-очень удачная прям восхитительная кстати я думал что и что это такое это окошки тоже видите чтоб видеть так вытягивается фал так я готов пассиро час оп 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 ой 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 лечу же конечно вот это ощущение взлета сразу она конечно просто фантастическая и переводим так чтобы вильга не поднималась быстрее нас вот это важный момент потому что в спутку попасть крайне нехорошо было бы ю кайф что я могу сказать и вот теперь просто вот ты сидишь как уютных домашних тапочках я сейчас голову втянул кстати в приборный щиток вот этот козырек как ни странно вот этот вот весь достаточно неплохо защищает от ветра конечно пилоту честь и хвала потому что друзья крайне сложно буксироваться у вильге скорость груман нельзя тащить выше 100 а вильга на 100 уже не летает почти поэтому мастерство пилота здесь просто фантастическое подходим уже кромки облаков управляется планер легко никаких особенностей то есть ну прям вот ручка с педалями как на моем шлякере прям огонь готовимся к отцепке отцепочка оп и вильга пошла я сбросил скорость до 60 оп оп чуть разогнался это мой спутку от вильги что ли попали за меня так папа папа покачивала непонятненько ну и все и дальше все стабильно подам за облаками там там тарам там тарам я лечу ковыляя во мгле я лечу на хорошем крыле жалко конечно друзья что нету солнышко нашего это конечно обидно но с другой стороны главное что мы летаем я обязательно приеду сюда в хорошую погоду еще поснимаем попробую на этом всем парить друзья я теперь все я подсел я подсел на эту штуку я строю лебедку мы строим а2 вот прям вот все вот в небе как это мы победим baby как ты в потоке но представим что этот термик друзья представим что здесь термик и я его обрабатываю ну неплохо пипи 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 на этой штуке парить реально круто но но она крутится вокруг вокруг своей мысли волшебство при этом смотри вот она стоит стоит в этом термике его сама вот видите вот вот руки мои о-о-о она так стоит в потоке восторг восторг это даже я даже сипить на сипить начал восторг это даже не то слово которая может передать эмоции от этого планера ретро планера нашли своего фаната класс жалко что этот на самом деле так низкая кромка 200 метров к сожалению делаю я правый разворот у меня еще высоты много поэтому я кружочек еще сделаю по скорость снижения кстати совершенно небольшая то есть довольно медленно планер снижается то есть главное не гонять с высокой скоростью а в остальном то есть мне мне все кажется что раз аэродинамическое качество низкая эта штука должна прям камнем в небо вниз ничего подобного он парит вот действительно как параплан по другому и не скажешь но я уменьшу убираю палку уже планете достаточно быть близко и будем заходить на посадочку попробуем показать как мы прекрасно приземляться умеем так скоро 70 не повторить ошибок змейку делать буду парапланерный заход не классическая планерный заход а когда парапланчики приземляешься вот так раз вот так два вау об и подкрадываюсь я теперь скорость высокая буду подкрадываться деньги так ну-ка волчок не позорься ну вот друзья хотел напротив вильги сесть рядышком я сюда и приземлился куда хотел туда и приземлился ну да баррис ксгарей аж потянкин тасс по полю и табача летом и куряну реял было бы еще поднимать возможность подняться повыше на пару километров на километр хотя бы а была бы возможность подняться на километр вот еще другое дело впечатление друзья в самое на и фантастическое я не могу передать вот эти вы видите улыбка у меня будет болеть морда наверное да я забываю что лыжи я думаю колесико я сейчас тройки и немножко проеду а он тройка сразу на месте как копанный ты знаешь что сотворил ты сотворил себе этого как его фаната теперь вот теперь будет еще один такой же хорошо первая доза бесплатная вот так друзья и подсаживают на тяжелые наркотики как выпускайте меня что ли так как тут красная аварийный отлично долго не полетал устал бы да нет слушай как сейчас вот реально как домашние тапочки я уже у меня позвоночник уже прям сделал там луночку такую вот и все я сначала думал я там этот полет один не высижу а тут уже вот я бы 100 километров маршрут сделал сотку на нем летал так ну что продолжаю продолжаем банкет ага я требую продолжение банкета перв conoc studying дать список закончилось но барах а борagogяков я имею а вот начить что 4000 говорю итак друзья груман baby так сказать покорена я отлично отлетал два полета совершенно потрясающий опыт и качество этого планера 19 то есть достаточно высокая сочетание со скоростью 40 километров в час на которую летит минимально на самом деле на нем летит 60 65 там в развороте и это вполне себе вполне себе прилично потому что у него при этом качестве 19 снижения там 0 там 8 метров в секунду наверно да я обязательно сегодня открою википедию почитаю про него побольше так что эта штука летит и я вполне согласен что это может быть прекрасный планер для каких-то уже маршрутных полетов потому что на этой груман baby 2 рекорд допустим треугольник 300 километров на такой штуке летают 300 километров ну и на параплане сейчас летаю 300 километров треугольники но это все-таки ну представляете это там довоенная постройка задача не было попарить задача была попробовать эту штуку босиком как это босиком по небесам вот так вот волшебно на к столе я требую продолжение банкета а сейчас самое вкусное для самых самодельщиков кто за соберет вот этот замечательный план планер жегас об соберет его сам ну естественно по чертежам которые я думаю да будет путем разных уговариваний у беноса так вот как на нем летать ведь все скажут ночью ну сделали мы планер дальше чем с горы будем запускать этой палкой во первых есть резиновый амортизатор рогатка ты хочешь меня на нем запустить нет нет я летал уже на амортизаторе ух ты же мама дорога а второй вариант можно лебедку использовать и лебедка где-то здесь есть где-то я видел хоть он и говорит что ленивый но сделал вполне себе я друзья так как в лебедках немножко разбираюсь эти детишки здесь с удовольствием тусят и я их понимаю я тоже бы тусил быть на аэродроме с удовольствием и так лебедка вот как это ничего сложного я я как конструктор сделавшие 38 лебедок сейчас быстренько вам ты ты ничего не рассказывает давай я сам ой ой сейчас у меня полях работает инновационный смотчик электрический то есть это реально классная лебедка на которой два года летали так вот я сварил раму два года назад и думаю испытаю и потом покрашу вот скажи ты так же думал мысли конструкторов сходятся я так понимаешь что это двигатель от какого-то макси скутера так это вообще взят гонда silverwink скутер большой макси скутер нужно было что это только барабан который я просто привали приварил к родному колесу то есть ты взял алюминий сварной мгшку какую-нибудь два листа вырезал на лазером или руками водой водой абразивный гидроабразивный резко это называется друзья и вот сушкину решение гениальное сейчас я вот прям вам дам понюхать как это выглядит вот она сварочка сварена хорошо и как сварщик вам который варить не умеет скажу что отлично сварена ну вот решение простой как валенок но абсолютно рабочие то есть я конечно предпочитаю там точеные барабаны и чуть они повело при сварке то есть лист так ровненько и стал то есть не небольшой сделано красиво то есть решение хорошее и самое главное что по скорости то есть для параплана был бы избыток скорости то есть только параплану не нужно а для планеров самое то и тросик у тебя трешечка как родилась эта идея родилась вот у моего друга он сделал с сузуки бургман 400 кубиков такую же лебедку для делпатланов я знал когда я сделал жогас я знал что у него есть такая лебедка я сказал давай попробовать что получится и получила все хорошо но только мы поднимали жогаса с полным газом мы решили что но личные 10 лошадных сил было бы хорошо и вот нашли этот гонда она такая же как мы хотели все то есть уже у этой штуки вариатор то есть вы берете вот вот вариатор ну понятно что она немножко так минимум переделок дальше вы это все фигачите на такую рамку вот красивые сделано классно то есть ты можешь говорить что типа фигня там какая-то как у старшина в гараже там блин это еще здесь у меня нет друзей система называется это как нет друзей системы да если надо покружить в мой бус у него есть маленькая лебедка и я его втягиваю реально гениально ну все вот вы бак родной рамка от хонды самой родная то есть тым 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 это все на тележку такую сгробоздили еще хочу передать привет ремир реми примеру спрашивал про этот саму кладку саму кладку так и есть такая товаре там не помню 10 или градусов да и он укладывается сам это наши первые лебедки такие же были доработает видите друзья буду поменять потому да но подшипники над стать туда то конечно халтура это я слушаю этот роликовый узел простейший получается но главное было попробовать я так понимаю но до пробовали шире барабан делать сильно нельзя потому что или надо делать можно шире барабану тогда нужно сделать штангу на вот этой длины штанги как вы видите ну сколько здесь вот метра полтора наверное ну два вот достаточно длинные штанги хватит для самоукладки и все лебедочку привязали колышку и дальше тянем и сейчас вы видите друзья как вот этого хорошо кушающего кабана и зим есть семья затянут на джогасе на моем теперь любимом планере потому что планер для анархический то есть мне когда сказали как он создавался как этот руководящий центр там далеко где там восток поэтому можно было делать маленькие хулиганства вообще мы мы же любим на канале мечта летать немножечко пошалить вот это все что нужно для полной шалости вот такая штука и джогас и можно передавать каждый день при ветра с авиации пока она конечно класс 115 не закроет а ведь может но мы его в этом году отстояли я думаю дальше отстоим а нет мы наделаем столько лебедок и столько всего веселого что как это нас не победишь устанете горятся повторю немножко характеристики этой штуковины и так 50 лошадиных сил хонда silver silver wing нужно покупать без всяких хбсов самую простую самую простую версию и дальше вот у вас на руле там как обычно тормоз остается классические он родной который есть там газ и вы даете и спидометр главное работает то есть здесь за счет того что барабан более-менее совпадает с диаметром колеса плюс минус у вас скорость на спидометре вполне реально соответствует скорости троса и для планера в принципе этого достаточно при такой легкости сама всей трансмиссии параплан такой штукой тоже можно натягать но все-таки можно избыток мощности подать и могут быть проблемы для параплана это годится условно но для планера у которого есть достаточно большая инерция и скажем так он может переваривать эту избыточную нагрузку которая может возникнуть там привет и так далее то это самое наипростейшее идеальное решение то есть и она работает именно из-за того что двигатель достаточно маломощный то есть тяжело сделать что-то не так то есть за и вариатор опять же не даст больше чем нужно на вот этот барабан на трос потому что он будет там проскальзывать то есть здесь вот это решение мне кажется просто идеальный для запуска такого планера все вот вот вам вот лебедка вот планер вот верность на тебя молиться будут скоро да кстати вот проповедник считайте потому что если бы он если бы я не увидел как он прошли я увидел как он на этой штуке на зеленой летит по небу и радуется я думаю ну вот что здесь такого ну какая то вот непонятная штука ну как вот можно так радоваться 7000 часон долета на пластике все новой жизни так погнали моя прелесть друзья это классная вообще штука а теперь посмотрите спасибо груман бэйби а теперь будем знакомиться с джогасом планер планер анархистов классно сказал вообще бенос как мне понравилось вот это то что планер который так потихонечку сделали как учебный но для свободы то есть люди мечтали летать и и вот они все для все делали так чтобы не дают как-нибудь а вот раз так и можно и уже можно не только просто учиться можно еще на нем парить пилотаж покрутить то есть конечно конструктор умничка кстати я никогда не летал на таком и сейчас у меня кстати на лебедки налет не очень большой сейчас его на этой штуке попробую полететь на лебедки будет инструктаж конечно потащили лебедку как это выглядит смотрите венос раз и везет нашу лебедочку ну ведь классно тэрэ 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 мало того он не в автобус вы грузит то есть вы слышали да что вот это устройство которое есть большими роликами вот впереди тут вот видите маленькая лебедка для скутера это и вот лебедки затягивать себя в автобус и грузит сам один все что нужно вам для полета я буду делать электрические лебедки электрические лебедки которые мы сейчас делаем для планиров тандемные они при определенной прошивке контроллер смогут тянуть джогас они будут конечно дороже чем вот эта штука я думаю что эту штуку вы соберете при бюджете там буквально пару тысяч евро вполне сможете справиться трос такой продается нужно будет я вам привезу 900 килограмм весит держит он у нас используется на лебедках парапланерных на тандемных и вот эту штуку вот этой лебедкой как самодельный можно будет тягать и можно тягать электрической которая будет у нас для парапланов то есть я сейчас прямо позвоню кириллу скажу кирилл меняем концепцию концепция поменялась мы теперь делаем лебедки еще для вот таких планиров типа джогас просто песня очень красивый очень я понимаю что есть планера 1 который прекрасен тоже была целая плеяда планиров у антонова и в том числе пилотажный был планер который мог пилотаж крутить и парителю пар и так далее общем это все это все огромные перспективы друзья чем прекрасен планер такого класса тем что у него низкая скорость то есть я сейчас слетал это как параплан то есть а низкая скорость это даже если при какой-то катастрофе фу катастрофить в типу не язык при какой-то этой ну ничего то не получилось капельку там бах-бабах маленький вот при этом ты не страдаешь просто из-за вот этой низкой скорости то есть летит медленно там даже если бум там но прокатился там ну там ерунда Вот, и скорость реакции на взлете из-за того, что скорость низкая То есть действительно такой вот весь, чуть все такое более простое, чем на наших стекляшках Которые уже там носятся и которые сделаны так летать тысячи километров Тысячи километров на этом не пролетишь Но босиком по небесам пройтись можно, попарить можно Полюбоваться вот этим осенним лесом сверху, понюхать осень носом тоже можно И это же прекрасно Наверное плейлист сделаем на канале Мечта летать Потому что я сейчас как автор нахожусь в глубоком вдохновении То есть представьте, одного человека достаточно мотивированного, Бенеса и Ремира То есть первый планер старинный, на котором я полетал, это SG-38 Ремир сделал в Новосибирске И вот он меня по сути мотивировал хотя бы поинтересоваться этим То есть представьте, один первый человек Ремир закинул Потом я нашел страничку Бенеса и его посмотрел И это все, знаете, так пык-пык-пык ложится И потом я еду вчера с Франции, где сдал на ремонт свой планер Еду-еду и вот проезжаю Каунас, думаю Каунас, что же Каунас? Каунас как-то что? Я сказал, ап, йо, точно заехать в гости Я вчера заехал и все, и пропал Вот видите, то есть как это все, как эта вся цепочка работает прекрасно Что еще можно сказать, что помогать таким людям нужно Вот товарищ Барсук в Новосибирском Сипня Ну помогите Керимову Пусть он, у вас есть самородок, у вас есть один человек во всей стране Который что-то смог руками сделать, восстановить старый планер Ну помогите вы ему, дайте помещение Не гоните, не пытайтесь планер отобрать Помогите человеку работать И тогда у вас будет то же самое Как летать на Джогасе? Здесь все очень-очень просто У меня здесь паркет Ботинки-то, ноги мыл У нас же босиком по небесам, можно вообще босиком залезть Можно и босиком Ты знаешь, почему Гагарин в космос полетел? Когда первый отряд подвели к космическому кораблю И дали посидеть внутри Гагарин был единственным, кто снял обувь И это очень Королева впечатлило Он сказал, что только такой человек, уважающий труд других людей Должен лететь в космос Ну понятно Когда будешь летать, вот эту руку Все планиристы хотят всунут внутрь Не надо Просто Как в такси, как в таксисты ездят Да, да, да Здесь оцепка Но есть и автоматические Если что, там сам оцепка А, то есть при превышении угла определенного Да, да, да Все хорошо Ой, какая там наш Г-38 На старте будет такой толчок немного Это от лебедки Сразу Ну, знаешь, как на лебедки летать Угол определенный я поставлю, какая скорость на наборе? До 80 В 80 Да, до А так минимум в 60 км? Ну, с нашими весами 60 60-80 Все, понял Вот И, соответственно, держу угол по скорости На конце буксировки, там, может быть, что скорость увеличится до 90 км Ну, это не проблема За счет того, что тяга уже немножко плохая? Да, да Вот, а так все Приземление Просто воздушных тормозов здесь нет Ну, ты понятный Змейка как на параплане Да, да Тут уже все как на параплане Ветер не сильный Так можешь зайти здесь вот И здесь приземляться Поехали Оп Хе-хе-хе Все Друзья, мы уже подготовились Теперь к моему автобусу мы цепляем трос В принципе, трос можно было растянуть руками Не обязательно О, видите, кстати Лучше держать в руках А, лучше в руках, да? Все, я понял Ну, да Да, что здесь мы имеем? Смотрите, вот карабинчики Кусочек более плотного Не знаю, зачем это сделано А почему здесь более тяжелый? А, чтобы на парашютике все это красиво Опускалось Чтоб нигде не зацепилось Классическое разрывное звено с пластинкой То есть, если все это пойдет не так Бак-бак-бак, порвется трос Это очень правильно Парашютик, чтобы это все пустилось Трос, я так понимаю, это 3 миллиметра Сейчас я определю Да, это трешка Ну, мы используем лирус Это, я так понимаю, что это В Прибалтике где-то этот трос тоже делают Полиэтилен высокомолекулярный Держит он 900 килограмм, этот трос Про бороду я прекрасно знаю Но мы это все на своих лебедках решили Попробуем заснять Контент-огонь Ну что, друзья Я готов к взлету Тайюнг, я с камерой спасеру сейчас Ну-ка, по бандам Ух ты ж ее Как все быстро Оп Оп Ого-го-го-го-го-го Ага-га-га-га-га-га Вот это да Вау Охренеть Ноги выше головы Как на ракете, друзья Но, честно скажу Вот это, конечно, надо изучать То есть надо на рогатке на нем прыгать Сначала Потому что хорошо У меня опыт Буксировочных полетов есть Я, по крайней мере, летал На буксировке Но так без, скажем так Опыта вот так Сразу Ноги выше головы А сидишь как на табуретке Класс Из сложностей, которые мне предстоят Это заход на посадку Потому что Я не умею так Без интерцепторов Но буду учиться Сейчас А, слушайте Ну, надо уже думать о посадке Ой, как я улетел далеко Ёпс Палки Ну, я лечу вдоль кромки леса зато Сейчас поближе к деревьям Подлечу Гляжу Глядишь, еще и динамик поймаю Хе, класс Я лечу рядом с деревьями Как на параплане Как на параплане Так, ну, небольшой разворотик Против ветра Единственное, мне, наверное, толкать придется на Перелет А, ну, я буду говорить, что я на камеру лечу Здесь у меня камера стоит Оп Хе-хе-хе Класс А мягенькая какая посадочка Ооо Хе-хе-хе Восторг Слушайте, слезы из глаз Ой Слезы, потому что все-таки Если на том не дует, то на этом дует Великолепный аппарат Хочу еще Хе-хе-хе Пассирот сейчас Поехали Я сразу к ангару сажусь Надо срочно планер прятать Сейчас на полную дистанцию Трос, по тросу Оп Оп Ого Вот это класс Скороподъемность Даже не знаю какая 5 метров Трелка на упоре Скорость 80 у меня Надо, можно даже поменьше Но знаете, как страшно Таким углом подниматься Вот в этом основная Сложность Если трос рвется Надо резко нос вниз Ну так хорошо Высоко сейчас я Так, отцепочка нужна бы Оп Ну и где там наша лебедка Вот, можете посмотреть Вот снизу лебедка По углу я нормально совершенно 200 метров получилась Высота затяжки Но надо понимать, что это полный штиль И я труслив Потому что Ну вот, дистанция где-то около километра Почему я сейчас труслив, друзья Потому что дождь идет Незнакомая все Все-таки Можно было, наверное, помедленнее буксироваться Но я аж фигачил на 80 Поэтому Хе-хе-хей Эгегегегегей Так, надо сейчас грамотно зайти на посадку Скорость 60 поближе к ангарам да так делаю разворотик вертлявый планер он управляется действительно силой мысли как парапланчик скорость 60, прекрасно рулится ну пожалуй мне пора уже к ангарам поближе вообще управляемость бешеная совершенно беру первое упражнение давайте заснимем вот так вот так наверное будет вам интересней да слушайте как-то даже качество неплохое у него аэродинамическое я и тормозов то нет воздушных ну сажусь вот перед Вильгой ну смотрите как я неплохо попал то для первого раза мне кажется оп хе-хе-хе и вот а тут же колесико это это на этом на этом лыже а этот и едет еще фу вот и дождь кончился вредит ли дождь такому планеру вредит страшно ли от того что чуть-чуть попало в водичке на него капельку ничего ничего страшного вся фанера покрыта еще тканью с лаком еще слой покраски это высохнет и будет все хорошо пойдем сюда если попадет вода внутрь вот есть отверстие получается все вентилируется и никогда эта штука не может да ну конечно летать в дождь друзья вот там вот прям совсем уж не как мы в спасательная экспедиция что быстренько к ангару приземлиться и закатиться вот просто гонять на этом планере в дождь не нужно да и неудобно это мог в морду летит все и дочь кончился то есть вот он буквально прокапала то есть мы не ожидали такой такой вот пакости который случилось я скажу вам друзья не очень-то и жарко что я хочу сказать об этом планере он он офигенный васильев так часто горит к этот самолет он офигенный так вот обладили он офигенный почему вот это босиком по небесам это то самое чувство единственное что я бы наверное сказал что если бы не было вот этого обтекателя то это ноги были в наружу как на 38 ты там прям педалями чувствуешь небо вот эта кабинка небольшая она создает некое ощущение все-таки уюта какого-то то есть на 38 38 ты сидишь у тебя вот-вот не смотришь и ты на жердочке на такой сидишь это очень конечно сильно впечатляет на здесь ты прям чувствуешь от приборы есть конце концов на 38 приборов нету летит конечно явно качество чувствуется не такое как по сравнению с грунт бэйби грунт бэйби конечно паритель я теперь понял что такой учебный планер вот он пожалуйста перед вами и паритель это я большие разницы но на этом тоже так понимаю прекрасно можно парить единственное нагонял на чуть большей скорости надо спросить на какой же я должен был лететь я на 60 летал час с какой надо было скорости после отцепки летать 60 а слушай на 60 летел короче 220 метров но я поначалу немножко получилось чуть больше 80 за счет этого я всю веревку и смотал да ну так он лезет надо угол держать но ты понимаешь да что страшно там газ поэтому я так вижу нормально чуть добавил 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 и на без ветра 300 метров да 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 вот двоечник волков с ошибками 220 это очень неплохо при таком бедре тоже для двоечника видите друзья меня хвалят инструктор меня хвалит что я не я не совсем безнадежен надеюсь на этой штуке чувствуешь что парить можно но нужно уже по точек такой повеселее будет но он настолько простой то есть приземлиться вы видели там две посадочки на первое переосторожничал чуть перелетел дальше чем хотел вторая прям как куда хотел туда и приземлился прямо идеально он просто освоение он с рогатки будет летать то есть это намного проще чем тот свифт на котором я летал у которого подгожу вот так вот все скачет там и достаточно на нем сложно на на свифте учиться тяжело просто потому что он он такой особенный то есть нужно привыкнуть к вот этому летающему кругу наверное на археоптеристе проще но эта штука стоит 110 тысяч евро и это а вот этот такой планер ну где-то я понимаю что материалы материала не очень дорогие да но фанера для него клей и вот больше больше все работы да а сколько по часам примерно точно не скажу потому что много часов сгорело потому что искал чертежи много что переделал бен нас потратил огромное количество своего времени сил для того чтобы сделать первый следующий нужно выпекать как горячие пирожки так что обращайтесь за чертежами за готовыми планерами идеальная штука но планера наверно готовы тяжело то что золотые руки мастера дрожат от идеи сделать что-то еще более это правда интересно же делать новое я когда лебедки строил я практически никогда не делал лебедку такую же следующим не интересно было попробовать а вот так вот а вот здесь вот а вот это то есть видно вот глаза горят человек творческий и поэтому творческий человек может сделать подготовить к производству а дальше делайте сами ну так же с лебедками наверно тоже вот я может быть попробую какую-то базовую подготовить документацию на электрическую лебедку и возможность покупать запчасти делайте делайте летайте летать это просто я я вот так вот а прям отсюда передам огромное спасибо команде прям вот 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 и вы все напишите пожалуйста в комментариях спасибо потому что должна быть обратная связь и если бы не согласились вот эти замечательные люди помочь полетать сегодня не было бы вот этого фильма замечательного который вот полный эмоции и мы будем продолжать обязательно будем повторять такие полеты спасибо до новых встреч погода бомба контент огонь